Привет! У меня к тебе вопрос. Что больше всего интересно получать в итоге? Результат? То есть, твое решение, которое удовлетворяет потребностям пользователей продукта и бизнес? Или фактически то, что ты делаешь? То есть, какие-то твои артефакты проектной, в кавычках, правильной работы? Я думаю, ответ очевиден. Всем нужен результат. Но смею предположить, что, когда тебе поступает задача, то иногда она формируется схожим способом, как иногда это бывает у меня. И у всех. Типа, Руслан, нам нужно задизайнить приложение для клиента, оно про агропромышленность, на основе его каталога товаров, чтобы следить за этим товаром и продавать в большем объеме. Вот хотелки клиента. Да. И на самом деле, казалось бы, все элементарно. Задачка в джире или письмо, или подбежали, сказали за тем митингом, а после все. Погнали работать. Ты что, фильму не знаешь, что ли? Или тут же забыл, как, собственно, проектировать? Да. На деле, на самом деле, на деле, на самом деле. В общем, всегда в таких ситуациях приходится делать в два раза больше. В лучшем случае. С одной стороны, будет хорошо, если в джире записано хоть что-то, чтобы потом подтвердить или просто даже вспомнить задачу. Ведь иначе это хаос. Но чтобы не обманывать себя, команду и клиента, надо убедиться в том, что все поняли эту задачу и проблему. Ведь дизайн – это больше, чем процесс создания каких-то артефактов. И я об этом уже говорил на прошлых видео. Поэтому, грубо говоря, чтобы спроектировать рабочее решение, тебе недостаточно будет задачи в джире или только обсуждения. Нужны обе составляющие. То есть, обсудить задачу и записать ее. Причем не только требования, но и то, как ты понял эту задачу. Это очень важно, потому что не получится обсудить только устно или письменно задачу, какая бы она ни была. Не все люди, во-первых, могут писать связно, часто не упускают детали или вообще не хотят этим заниматься. Даже проектные или продуктовые менеджеры. Это факт. Просто смирись и прими. Да, это непросто. И я снова хочу, кстати, подчеркнуть. В начале любой работы лежит общение или интервью. Как тебе удобно. В общем, общение перед тем, как приступать к задаче, дает ответ на вопрос, у всех ли одно видение и представление, собственно, о проблеме или задаче. Грубо говоря, если мы подходим к конкретике, то это понимание того, что, для кого, почему, зачем и как мы будем делать продукт. Если чуть подробнее на этом остановиться, то что за продукт будем делать? Для кого будем делать продукт? Почему делаем для них продукт? И почему продукт им важен? Почему им не все равно? И зачем мы делаем этот продукт? Какую цель преследуем? Как будем измерять результаты? Соответственно, результаты, которые хотим получить и измерить непосредственно проектированием и разработкой. Списка из функциональности, которую хотим, собственно, опять-таки разработать и протестировать. В общем, небольшой такой список. И в целом, ведь если этого общения и не будет, или его будет недостаточно, то ты можешь спроектировать то самое приложение про агропромышленность, но у клиента ничего не изменится. Дизайн встал, так сказать. И да, ты в этом можешь быть не виноват. Но согласись, неприятно, да? Клиент даже может сказать, что ты сделал плохой дизайн, потому что у него ничего не изменилось в бизнесе, но при этом заказать редизайн. Хотя дизайн – это лишь начало продукта, ведь велосипеды давно изобрели, теперь нужно лишь понимать, какая у тебя проблема и выбрать себе нужный. Надеюсь, проблему, что надо говорить и обсуждать и записывать, я обозначил. Но кого звать на общение? На мой взгляд, необходимо наличие следующих людей. Хотя бы большинство из них должно присутствовать. Во-первых, владелец продукта, заказчик или инвестор, потом проектный или продуктовый менеджер, разумеется, в-третьих, кто-то из команды разработок, возможно, другие дизайнеры. В целом, любые люди, которые важны для решения задачи – аналитики, маркетологи и так далее. Итак, мы собрались. И что же, допустим, надо обсудить по задаче? То есть, понятное дело, это не весь список, но какую проблему мы пытаемся решить? То есть, то, как данная задача разрешит проблемы бизнеса или пользователей. Есть ли какая-то рабочая гипотеза у кого-нибудь, что хотим получить в результате? То есть, что хочет бизнес, решив эту проблему или разработав этот продукт? Ну, то есть, повысить узнаваемость, больше продавать, что-то должен пользователь активировать, либо мы должны удерживать его и так далее. Как будем считать результат, собственно? То есть, какие ключевые показатели эффективности будут? Метрики, KPI – те же самые. Кто наши пользователи? Почему это важно для них? Почему этот продукт должен волновать их? Что они будут делать с помощью продукта? Какие у них болевые точки? Как будем отслеживать обратную связь с пользователями? Какие есть ресурсы? Время, деньги, люди, технологии, технические ограничения? Кто наши прямые и непрямые конкуренты? Были ли попытки ранее уже решить похожую задачу? Если да, то что конкретно было сделано? Как измеряли результат? Почему он не устроил нас? Какие материалы или наработки остались? Ну, соответственно, следующий вопрос. Кто будет принимать решение по проекту? За кем решающее слово? Ну, можно еще также добавить, будут ли какие-то требования по визуалу будущего продукта? Есть ли гайды или каких-то нужно придерживаться? Разумеется, это не весь список вопросов, а лишь базовый. Ответ на большинство из них нужно в любом случае получить. Даже если ты задаешь неудобные вопросы, тебя никто не уволит. За неудобный, собственно, вопрос. В лучшем случае человек откажется отвечать, но если вообще не задавать вопросов, то это повлияет на качество твоей работы. Главное, слушай, что тебе говорят, а старайся задавать вопросы в конце. И так же не стоит додумывать что-то. Лучше реально по задаче пообщаться еще раз. Ну и, собственно, подробно записывать. И лучше самостоятельно. Ведь ты должен будешь показывать решение и результат. Что касается решения, то после описания задачи и текущей ситуации, то будет круто, если ты напишешь, как собираешься ее решать. Может даже в виде списка или чек-листа с подробностями. Можешь сказать, сколько времени это займет. Еще раз повторю, что исполнитель ты. Понимание задачи нужно тебе, а остальным нужен просто результат. Это может прозвучать грубо, но на самом деле это не так. Все в команде будут заинтересованы, ну, собственно, тебе помочь дать ответы и информацию. Так или иначе, после или во время обсуждения ты уже наработаешь какие-то артефакты. А затем задачу стоит раздробить. То есть на какую-то логическую схему, возможно, уже составишь какие-то переходы, где каждый шаг или этап или действие будет подкреплено твоей сноской о том, что будет происходить, собственно, ну, в решении задачи. Важно быстро это набросать. Все это, чтобы обсудить с командой и ключевыми людьми. Ну, решение на раннем этапе. Без этого этапа многое будет упущено во время проектирования потом. И всегда в виде записи или список того, что нужно сделать по задаче, даже когда не хочется. Так ты просто не забудешь, что нужно сделать, что уже сделано, а что решил сделать потом. Я, например, рисую что-то час, а перед этим могу и несколько часов общаться по задаче и входить в контекст. Это важно. И напоследок я бы еще посоветовал проверять себя самого во время проектирования. То есть делая перерывы, просто отвечай на какие-то вопросы для себя. То есть зачем я это делаю? То есть что пользователь будет делать на этом экране? Какую проблему я сейчас решаю? Как мое решение может сломаться, потерпеть неудачу или не сработать? Как я пришел к этому решению? И действительно ли это полезно бизнесу и или пользователям? Есть ли более легкий способ решить эту проблему? Можно ли, допустим, еще удалить что-то отсюда или там? А почему это тут, а это там? Почему это вообще надо показывать? Стоит ли вообще это отображать? Возможно, нужно выбирать по умолчанию что-то. И почему мое решение лучше, чем любой стандартный паттерн, нативная функция телефона либо браузера? Или то, что не требует, грубо говоря, дизайна? Вот такой вот ролик. В следующем видео мы поговорим про то, как интерпретировать ответы, когда ты задаешь, собственно, вопросы. А на этом все. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok